Это все включено, мы продолжаем, и сейчас нам нужно серьезно поговорить. Вот смотрите, когда мы покупаем телевизор, блендер, другую технику, мы читаем инструкцию, как нужно обращаться. И очень жаль, что мы не поступаем так в отношении людей, хотя общение это естественное состояние, но нужно все-таки знать некоторые нюансы, чтобы коммуникация приносила удовольствие о том, как выстраивать диалог с коллегами, родственниками и просто новыми знакомыми поговорим с бизнес-тренером по развитию социальных навыков, фасилитатором Александром Ханжиным. Здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Так, ну и первый вопрос. Можно ли натренировать свою коммуникабельность? Ведь есть же по природе очень закрытые люди. Коммуникабельность. Я вот в ваших первых словах услышал такие синонимичные понятия для многих. Коммуникабельность и общение, и общительность. У меня есть короткий пример, когда один мой друг, назовем его Максим Павлович, проходил собеседование с генеральным директором, своим будущим работодателем. И он смотрит его резюме и говорит, Максим Павлович, вот у вас здесь сказано, что вы коммуникабельный человек. А как вы это поняли? Он говорит, ну я легко устанавливаю контакт, быстро становлюсь своим, вливаюсь в любой коллектив. По-хорошему хамелеон, в лучшем смысле этого слова лицемер. Он говорит, ну тогда у вас наверняка много связей? Он говорит, да, конечно. В налогово есть? Нет. В скорой помощи? Он говорит, нет. В ГИБДД? Он говорит, нет. Тогда вы просто общительный. Ага, то есть получается коммуникабельность, это получается профессиональный навык, да, какой-то профессиональная какая-то нотка отношений, да, общительность, это просто как вот для всех друзей. Ну да, как правило, бабушки у подъезда, они вот что делают? Коммуницируют или общаются? Скорее, общаются. Скорее, второе. Общаются, да. Ну смотрите, ну а вот есть ли у человека сложности в общении? Можно ли это как-то исправить? Натренировать, так сказать, мышцу коммуникабельности и общительности? Если мы говорим про коммуникабельность, то из чего она складывается? Есть то, как я умею доносить свою мысль, есть то, как я воспринимаю другого человека, как я его слушаю, насколько я воспринимаю информацию. Ну и насколько я управляю эмоциями, потому что эффективная коммуникация – это достижение результата без ущерба отношениям. Угу. Так, подробнее достижение результата. Это, получается, я могу как бы манипулировать, что ли, как бы свои цели добиваться, но тем не менее делать это экологично. Но боюсь, что манипуляция все-таки рано или поздно навредит отношениям, потому что в основе манипуляции есть некоторый обман. Угу. Ну а как тренировать-то коммуникабельность? Что, больше общаться или, может быть, почаще всем обзыванием? Хороший момент. Если мы рассматриваем это как искусство общения, искусство коммуникабельности, то искусство отличается от науки тем, что сравнительно больше практики, чем теории. Угу. То есть тренироваться. Теория есть в любом искусстве, конечно. Да, а Александр, как вы считаете, вот онлайн-общение, онлайн-вообще наша жизнь, она вредит живому общению? Ведь так легко. Написал тебе в мессенджер человек, да? Ты когда захотел, тогда ответил, выбрал подходящее время. И, не знаю, как-то вот… Очень актуальный, злободневный вопрос, конечно. Конечно. А я знаете, как на это смотрю? Что такое онлайн-общение и вот эти новые удаленные форматы? Это новый канал коммуникации. Вредит он живому общению? Если сказать «да», то тогда получается тот момент, когда появилась письменность, это же тоже новый канал коммуникации, он же тоже вредит живому общению. Ну, может быть, расширяет наоборот, нет? Вот, я тоже так считаю. Что расширяет, где-то дополняет, развивает. Это неизбежная часть нашей жизни, развитие. Неизбежная. Но вот честно говоря, как мать, я переживаю. У меня ребенок очень хорошо выстраивает общение, там, не знаю, со своими подписчиками на YouTube, что-то записывает. А вот в живом диалоге, я смотрю, где-то вот, допустим, какая-то возникла проблема, да, какой-то небольшой там конфликт, да, все, они сразу же закрываются, не общаются. И я переживаю. И я переживаю. Мы все переживаем. Да, да, но это современные реалии. Можно переживать, можно с этим что-то делать. Если живое общение продолжается в семье, то это все равно вот тот навык, который развивается. А если в семье уже переходите на общение исключительно удаленно, письменно, записки и мессенджеры, ну, тогда вопрос скорее не к современным реалиям, а к семье. То есть, если что-то, все равно, если касаемо ребенка, то выстраиваем в семье отношения, коммуникабельности, тренируем его, так скажем. Как это всегда и было. Хорошо. Другая сторона. Некоторые люди в нашем цифровом мире очень стесняются говорить на камеру. Вот, честно говоря, даже я, несмотря на то, что работаю на телевидении, мне бывает сложно записать в сторис, потому что это немножко какой-то другой формат. Как вот человеку перебороть свою какую-то стеснительность, может быть, неуверенность, или какое-то вот такое осторожное отношение к камере? На какую камеру сказать? Говорите мне в лицо. Я думаю, что полезно будет для начала принять, что на нашей планете нет ни одного публичного существа. Будь ты человек или дельфин, ты все равно рожден таким образом, что ситуация публичности для тебя будет стрессом. Даже если это опосредственно через запись, или через сторис, или онлайн-эфир, все равно это стресс и волнение. И когда я это принимаю, я понимаю, что это часть меня, с этим невозможно бороться. Только принять, а дальше эту энергию как-то переключить. Но если действительно уже отупляющий момент происходит, то я всегда рекомендую один из самых распространенных принципов, а это принцип именно переключения. И здесь, каким образом можно переключить свое внимание от волнения к существованию и к достижению цели? Можно пойти через мысль, через смысл. Напомнить себе, а я здесь для чего, я какую цель достигаю? Потому что в стрессе происходит подмена целей, и я начинаю паниковать и желать, чтобы это все как можно быстрее закончилось. И, конечно, не до удовольствия здесь. Ну, естественно, конечно. Можно через тело пойти. Вот у меня есть недавно такая находка простая-простая, да более простая, тем более, что она связана с нашими народными мудростями, поговорками и даже названием фильма. Выше нос. Попробуйте думать одну и ту же мысль, опустите нос, а потом поднимите. И попробуйте думать ту же самую мысль. Вы удивитесь, насколько она сразу оттенок изменит. Слушайте, интересно. То есть осознанность и какая-то вот такая коммуникация с телом? Можно через музыку. И настроиться, да, какой-то поток выйти? Конечно. Специалисты в развитии эмоционального интеллекта говорят о том, что вот музыкальная тема, как в театре тоже говорят, музыкальная тема, лейтмотив, он в обход мыслей, в обход тела сразу перестраивает твое эмоциональное состояние. А тело и мысль, как соучастники, подстраиваются. Да. Ну вот по поводу блока говорить на камеру. Сейчас узнаем, есть ли такой блок у тюменцев. Наши корреспонденты узнали. Есть ли у горожан проблемы в общении? Давайте смотреть. Скажите, испытываете ли вы какие-нибудь трудности при общении? Например, вот в новый коллектив или с незнакомым в лифте заговорить? Нет. Вот вообще что ли никогда? Только стеснение. Вы стесняетесь? Периодически, да. Ну вот а как вы себя перебарываете, может быть? Никак. Просто делаю все. Просто разговариваешь, говорю еще все. Вот я же с вами сейчас разговариваю, не смущаясь, не крестнее. Так же все. Меня смущает больше камера, нежели вы. Поэтому вот так вот. То есть главное начать? Конечно, главное всегда начинать. Начинать общаться в новом коллективе. Ну это же нормально. Как преодолеваете себя или не хотите преодолевать? Нет, конечно, хочу преодолеть. Просто стараюсь об этом не думать. То, что это только у меня в голове получается. Ну похоже, да. Ну знаете, стервозность у человека может внешне быть. Вот из-за этого только не смогу, может. Вот так. То есть если вас внешний человек отталкивает, вы не сможете? Да. Зачем вам это нужно все? Зачем? Почему я откровенничать буду с вами? Если, например, какой-то негатив бывает в компании, либо человек не подходит как-то. Сложно это объяснить. Это все. Человек сам сложный. Так, ну давайте разберемся на примерах. Как вы считаете, тюменцы коммуникабельные или нет? Те, кого увидел, точно коммуникабельные. Да? И даже вот женщина вам понравилась, да? Не буду говорить. Естественно. Сколько эмоций, экспрессии. Пару человек сказали, что им сложно справиться со стеснением. Как вот работать с этим моментом, нюансом? Мне кажется, один из, вот первый, по-моему, респондент, он ответил на этот вопрос. Он говорит, надо делать. Я говорю, делаю, и стеснение отходит. Физическое действие, оно зачастую прогоняет прочь какие-то мыслительные барьеры, то, что мы сами себе надумываем. Действие. Как правило, человек, даже когда выходит на сцену, у него паника первые секунды. А потом, когда он входит в диалог, входит в действие, он об этом забывает уже, потому что ему не надо. И если смог справиться с паникой. Да. Смотрите, еще там один был такой нюанс. Как влиться в новый коллектив? Давайте вот пару слов про это. Я не верю в то, что есть универсальный какой-то совет в данной ситуации, потому что вот у меня есть брат-близнец, и я, как никто, знаю, что нет двух одинаковых людей. А раз нет двух одинаковых людей, то и нет двух одинаковых коллективов. Поэтому здесь скорее не правило, а рекомендация, может быть. Я в новом коллективе на непознанной территории. А что мы делаем в такой ситуации? Мы исследуем. А для этого мы задаем вопросы, больше слушаем, с уважением относимся, изучаем культуру этого коллектива. А не насаждаем сразу же свои. А не диктуем свои правила. Смотрите, первое впечатление, очень важный момент. А что делать, если провалились в первом впечатлении? Да, фразу про то, что у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление, приписывают разным авторам. Я обращаю внимание на то, что это правда про первое впечатление, но никто не утверждал, что первое и решающее впечатление равны между собой. У нас есть фраза «момент истины». Вот решающее впечатление, которое складывается в момент истины, когда не столько зависит это мнение от того, что ты сказал, от того, что ты сделал, вот оно куда важнее. Ну и конфетку покупаем не из-за обертки ведь, хотя изначально по обертке. А из-за сути. Хорошее замечание, да, смотрите. А вот харизматичный человек, он всегда в центре внимания. Можно ли натренировать? Или это врожденное? Либо это есть, либо этого нет. А что такое харизма вообще? Я как-то искал несколько формулировок, ну и как всегда мне понравилась та, которая лаконичнее. Харизма – это умение нравиться. Вы нравитесь хоть одному человеку, значит, у вас есть харизма. А дальше понять, в чем она складывается, за что вы нравитесь. Какая-то уникальность. И вот это можно развивать. Уникальность, да. Время нашей беседы уже заканчивается, но хотелось бы подвести итог. И давайте как-то вот выведем три правила эффективного общения, коммуникации. Всего три. Ну давайте, у нас такой будет топ-3. Хорошо. Одна такая установка, скорее, не правила. Домыслы нужны тогда, когда не нужна истина. И отсюда вывод. Чаще спрашивайте. Если я чего-то могу додумать, значит, я могу уточнить, прав ли я в своих домыслах или нет. Если хотите в чем-то человека не убедить, а донести свою идею, скажем так, у вас есть идея, вы хотите ее озвучить, то сначала расскажите о том, почему эта идея вообще появилась, какие обстоятельства сложились, что вас натолкнуло на эту идею. И тогда и саму идею буду слушать более внимательно, она будет уместна. Но и пожелание такое, пожалуй, важнее быть правильно понятым, чем убедить человека в своей правоте. Спасибо, Александр. Вот мне было очень полезно и интересно. Я не знаю, как это связано с 14 февраля, очень думаю, как-нибудь получится связать просто всех праздников. Ничего страшного. Спасибо, да.